Девушки отдыхают Вы не хотите на этот вопрос отвечать, я знаю, и, наверное, у вас даже есть основания, но все-таки вот та ситуация в ЦИК, когда вы были, это касалось мужа вашего? Это касалось моих детей. Простите, что я спрашиваю. Ну, ничего, мне уже задавали такие вопросы. Ну, это тоже, чтобы понимать весь ужас, на что способна эта власть. И это ужасно. Да. Что сейчас, как вы думаете, в Беларуси люди думают о возможной интеграции, такой более плотной с Россией, о которой все сейчас говорят? Понятно, что беларусы против, они этого не хотят. И на самом деле это как-то искусственно подогревается, вот этот вопрос интеграции, потому что, ну, у меня такое ощущение, потому что все понимают, что этого не может просто быть фактически, потому что беларусы этого не позволят. Это будет, если это случится, я уверена, что этого не будет, но если вдруг так получится, то, опять же, в Беларуси не будет никакого спокойствия, как в регионе. Люди для беларусов, независимость, ну, это высшая ценность. Это не просто слова, это так и есть. О близких отношениях с Россией, торговых, там, дипломатических, да, это у нас уже все существует, никто от этого, наверное, не хотел бы отказываться. Но независимость нет. Ну, Лукашенко может задать. Тут тоже вопрос. Он манипулирует этой информацией. Это опять многолетняя игра между Западом и Россией. Но, наверное, тут надо понимать, может быть, бывшего президента как личность тоже, потому что он всегда вот гарант конституции, ой, гарант независимости. Для него это было вот как звание такое. И сейчас сдать ее, продать. Да, он этим играет, он этим информацию эту вкидывает. Но я не вижу, что так может быть. Зачем, как вы думаете, они так часто с Путиным встречаете? Вообще, ну, так. Ну, потому что Лукашенко надо показывать эту поддержку. То есть показывать? Силовиков он держит только деньгами? Ну, потому что я так понимаю, что они сейчас одни из самых, скажем так, условно обеспеченных людей в Беларуси. Или это тоже миф? Деньгами, страхом и... Шортажом. Шортажом, да. На каждого, наверное, как минимум из высокопоставленных чиновников у него есть папочка. И там все друг друга могут подставить в любой момент. И вот этот страх он сковывает и заставляет дальше прислуживать, служить. Ну, а полная версия интервью смотрите на моем канале в YouTube, на канале Синдеева. Подписывайтесь на него, ставьте лайки. А ссылку на мой канал вы можете сейчас найти на канале Дождя в описании.